Приветствую всех, братья и сестры! Замечательные слова, как хотелось бы иметь чистое сердце, белее снега, всегда. Я думаю, что это может сделать только Господь, омыв человека кровью своей по вере нашей. Евангелие от Луки, 22 глава. 22 глава, 19-20 стихи. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, Это есть тело мое, которое за вас предается, это творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря сия чаша, есть новый завет в моей крови. Которое за вас проливается. Дорогие друзья, сегодня наше внимание будет направлено на Голговский крест. Будет внимание наше направлено на Христа. Мы видим этот стол, накрытый, напоминающий нам страдания нашего Господа. Знаете, у нас, у всех должен быть берег, откуда мы должны плыть. Мы все пришли в этот мир одинаково. Нас родили наши родители. Нам всем когда-то перевязали пуповину. Но мы все абсолютно по-разному уйдем из этого мира. Посмотрите, мы живем в этой стране, и к нам одинаковые требования. Даже здесь, в церкви. Мы все поем одинаковые песни. Мы все слышим одно Слово Божие. Мы в одинаковых условиях воспитываемся духовно. Но знаете, очень по-разному будет прожита ваша жизнь. И очень по-разному мы отнесемся к тому, что здесь проповедуется. Я бы хотел сказать, что Библия, Слово Божие, Голгофский крест, это наш берег. Это наш берег, и он есть у каждого человека, который познали Господа Иисуса Христа. Откуда мы должны плыть? А если у нас этого нет, у берега, то у нас и не от чего плыть тогда. Тогда философия этого мира, она заглотит нас, и мы потеряемся в ней от той информации, которая сегодня наполняет нас, от той информации, которая сегодня перегружает нас. Посмотрите, что удивительно, что сегодня наша жизнь, она настолько загружена, что наш разум, он переполнен информацией, то, что сегодня происходит. Переполнен всеми событиями, хорошими событиями, плохими событиями. И знаете, это грузит нас, это переполняет нас. Оно приносит нам, знаете, тревогу, приносит нам угнетение, для кого-то радость. И мы думаем об этом, порой не спим по какому-то поводу. Но от этого, я думаю, что нам никогда не уйти, пока мы здесь живем во плоти своей. И то, что утешает нас сегодня, что тогда, когда мы увидим его лицом к лицу, то все эти проблемы, эти тревоги, эти переживания, вот эти нагнетения, они не будут беспокоить нас. Это все уйдет. В тот вечер Христос с учениками возлежали в доме одного человека. Это было перед его страданиями. Христос, он взял хлеб, благодарив, преломил и подал, а также и вино, и говорит. «Сие творите в мое воспоминание». Знаете, он говорил о воспоминаниях. Он говорил о способности человеческой памяти возвращаться. Что такое воспоминание? Что значит творить в мое воспоминание? Что значит вспомнить мои страдания или творить в мое воспоминание? Что это значит? Дорогие друзья, я думаю, что важно то, что никто из нас, никто, кто сидит сегодня в этом зале или слушает нас в эфире, они не были свидетелями страданий Господа нашего Иисуса Христа, не были свидетелями Его смерти и страданий. Я думаю, что нам невозможно вспомнить то, чему мы свидетелями не были с вами. Память наша, она не имеет такой способности, чтобы вспомнить то, чего с нами не было. Поэтому я думаю, что нам не нужно, может быть, порой философствовать и думать, и представлять себе в нашем сознании какие-то воображения или же сюжеты, какие-то картины представлять, чтобы могли разжалобить нас тогда, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа. Я думаю, что не нужно вспоминать какие-то фильмы или сюжеты из прожитого, чтобы побудило нас к этому. Я вспоминаю из своей молодости, когда мы были молодежью, один из руководителей молодежи, он говорил, что всякий раз, когда я участвую в вечере Господней, передо мной встает картина известного художника «Распятие Христа». Поймите правильно, не к этому призвал нас Господь в служении хлебопреломления. Я верю, что Господь открывает нам, и Он даст нам откровение, которое показывает нам на Его невероятные и очень глубокие страдания. Встает тогда вопрос, а зачем же нужно было столько страдать? Ведь практически смысл имела Его смерть. Ведь можно было принять смерть, и на том вопрос решен, спасение человечества. Но смерть Христа и Его страдания были настолько продолжительные, настолько изнурительные, что историки и богословы говорят, что вот эти страдания были настолько близки к смерти, что Христос мог бы еще до Креста умереть, потому что Он потерял столько много крови. И Он эту кровь начал еще терять там, в Гефсимании, когда пот Его падал на землю, как капли крови. О чем же мы сегодня говорим христиане 21 века? Ведь практически более уже 20 столетий отделяет нас от тех, я бы сказал, знаменательных, основных событий человеческой истории. Я еще раз хочу повторить, 20 столетий и больше отделяет нас от тех, знаменательных, основных событий человеческой истории. Потому что все шло к тому, и все пошло от того, от страданий Господа нашего Иисуса Христа. О чем же мы сегодня говорим? Что вспоминаем? И каким образом мы можем вспомнить то, чему мы не были свидетелями? Дорогие друзья, я уверен, что Господь поэтому и сказал ученикам Своим, что я ухожу к Отцу, но пошлю Духа Святого, Который наставит вас на всякую истину, Который откроет вам Священное Писание, Который умудрит вас и наставит на истину. И я верю, что Господь может это открыть и нам и сегодня, если для кого-то это еще не открыто. Но это зависит опять от нашего духовного уровня, от моего и твоего духовного уровня, от того, чем я питаюсь в этом мире, что наполняет мое сердце, от способности нашей души принимать. Принимать то, что открывает Господь, то, что открывает Дух Святой. Посмотрите, апостол Павел говорит, он пишет в первом послании Коринфянам, в 11 главе, 23 стих, мы постоянно это место читаем, Священное. Он говорит, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. И он раскрывает, как происходили те события в ту ночь перед его страданиями. Апостол Павел описывает об этом. Я верю, что, хотя мы слышим слово от человека, но принимаем мы его от Господа. Потому что Дух Святой открывает нам это. Я хочу сказать, что если человек принимает слово, которое он слышит о кресте, о голгофе, о распятии, о страдании, принимает его от человека, то вы не устоите в этом богословии. Мы принимаем слово через человека, но принимаем его от Господа. Нам открывает это Дух Святой, сущий в нас. И наша вера, она утверждается не на мудрости человеческой, но на Слове Божьем и на силе Слова Его. Нам Дух Святой, братья и сестры, открывает, что Он умер за наши грехи. И что Его смерть была тяжкой. И страдания Его были невыносимыми. И апостол Павел пишет Галатам, интересно, первое послание, первая глава посланий Галатам, 6-7 стихи. А перед этим он говорит о том, как они приняли благодать, как они уверовали во Христа, как они последовали за Ним, как они поняли весь смысл жизни. И вдруг Павел упрекает их и говорит, «Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию». И тот же апостол Павел в этой же главе, в 11-12 стихах, говорит, что «возвещаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, оно не есть человеческое, ибо я принял его, ибо и я принял его, и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». Поэтому важно сегодня, чтобы не проповедовал Павел или Аполлос, или кто-то другой, когда мы слышим Слово Божье, когда мы открываем свое сердце, когда Дух Святой работает в нем, тогда мы можем воспринять то, что Господь откроет нашему сознанию, нашему сердцу о том, о чем говорил Господь, «Сие творите в мое воспоминание». Тогда мы можем вспомнить, кто мы и откуда нас изъял Господь, и какими страданиями мы достались нашему Господу. Пусть Господь благословит нас сегодня, склонившись на наши колени, если возможность, помолиться ему и поблагодарить его, когда мы будем вспоминать его страдания, прославить имя его святое, то, что Господь нам открывает, и когда мы будем участвовать, чтобы мы дали Духу Святому волю, дали место для того, чтобы он мог открыть нам вот эти страдания нашего Господа Иисуса Христа за наши грехи. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok